Третья часть статьи Ростислава Ищенко, президента Центра системного анализа и прогнозирования в еженедельнике «Звезда» за 4 сентября 2020 года. Польска от Можа до Можа. Центрально-восточноевропейская стратегия Варшавы. С помощью Вашингтона возродить Речь Посполитую и привязать к себе формально независимые Украину, Литву и Белоруссию. Польский Блицкрик почти не считается. Варшава достаточно точно рассчитала, что в такой ситуации и США, и ЕС вынуждены будут пойти на серьезное ухудшение отношений с Россией. А значит, польская восточная политика снова станет востребованной, и под нее можно будет не просить, а требовать предоставления достойной ресурсной базы. При этом Варшава явно готовилась под предлогом защиты прав этнических поляков еще и оттяпать две западные области Белоруссии, если Россия займет остальное. Если бы Москва не поддалась на провокацию, Польша рассчитывала получить контроль над всей Белоруссией при помощи победившего Майдана. ЕС в лице, в том числе и Германии, должен был эту победу приветствовать, что опять-таки повлекло бы резкое ухудшение отношений с Россией, а значит и появление ресурсной базы для проведения восточной политики Польши. На картинке Варшава готовилась под предлогом защиты прав этнических поляков отторгнуть две западные области Белоруссии. Единственное узкое место плана – это нехватка сил для классического Майдана. Но эту проблему поляки собирались решить чисто по-гитлеровски – близкригом. Немецкие близкриги объяснялись нехваткой ресурсов для продолжительной войны. Именно поэтому, несмотря на все свои последующие победы, Вермахт стратегически проиграл войну в СССР уже в декабре 1941 года, когда не смог взять Москву. Поляков устроило бы, если белорусская оппозиция свалила Лукашенко за неделю, максимум за две. Но на большее ни у оппозиции, ни у Польши не было ресурсов. Именно поэтому Майдан сразу же начался с активной фазы массированного давления на власть и ввода в бой всех имеющихся резервов. Надо было ошеломить и психологически сломить белорусскую власть, принудить ее к сдаче. Фокус почти удался. С третьего по седьмой день Майдана власть Лукашенко колебалась. Но она устояла в том числе и благодаря дипломатической и информационной помощи Москвы и смогла перейти в контрнаступление. Тут-то и появилась слабость всех близкригов. Это авантюрные планы. Если они срабатывают, если происходит психологический слом оппонента, то на выходе получается красивая победа. Но если оппоненту удается устоять, то организатора ждет катастрофическое поражение. Сейчас в такую ситуацию попала Польша. Во-первых, стало ясно, что Майдан не победит. Значит, ЕС и США не станут вкладываться в его поддержку. Они уже сделали заявление о поддержке права народа на мирный протест и, откатав обязательную программу, дали понять, что дальше ничего предпринимать не будут. Завис даже вопрос персональных санкций против белорусских властей. Дошло до смешного. Санкции оформили только прибалтийские лимитрофы. И их пока никто в ЕС не поддержал. Более того, Москва и Минск удачно обвинили Польшу в планах военной агрессии против Белоруссии. Поляки же планировали занять две западные области. Это дало возможность Путину заявить, что Россия выполнит свои обязательства в рамках ОДКБ и потребовать от США и ЕС не лезть во внутренние дела Белоруссии. Мяч оказался на поле Запада, а он в настоящее время не готов к военной конфронтации с Россией, даже если она не выльется в реальный вооруженный конфликт. Запад не желает даже намека на возможность конфликта с Россией из-за Белоруссии. И посыпались заявления о том, что ни Париж, ни Берлин не желают повторения в Белоруссии украинского сценария. Польский шанс потерян. Лукашенко должен остаться у власти. Все. На этом польская авантюра кончилась. Ситуация в Белоруссии сложная и в ближайшее время не станет проще. Не случайно Лукашенко пообещал провести конституционную реформу и после ее новые выборы. Фактически уйти раньше срока. А Россия его в этом намере не поддержала. Майданные силы в Белоруссии сильны. Действующая власть не сможет не только их искоренить, но даже сколько-нибудь замедлить их рост. Задавить протест – да. Уничтожить майданный потенциал – нет. Любая ошибка, в том числе и отказ Лукашенко от заявленной политики реформ, может привести к новой, более сильной вспышке майданных протестов. Но это уже будет другая история. А новым майданам, если они возникнут, придется искать новых спонсоров. Польский шанс потерян. Просто потому, что, как я писал выше, в Варшаве уже не хватит времени на повторение попытки. Хотя бы год при поддержке России Лукашенко должен продержаться. А за это время перед Польшей встанет проблема нехватки ресурсов уже не на реализацию амбициозного плана, центрально-восточноевропейского лидерства в границах империи Егелонов. В Варшаве на себя ресурсов хватать не будет. Поэтому Польша бьется в истерике и пытается любой ценой активизировать протест. Но неудавшийся близкрик неизбежно ведет к катастрофе. Таковы законы жанра. Польша опять проиграла, и рассерженные Россия и Германия вновь как-то не очень хорошо на нее смотрят. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа, и прогнозирования специально для еженедельника «Звезда» за 4 сентября 2020 года. Польская от Можа до Можа. Это была заключительная третья часть статьи.